Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 выход фнл или же какие-то варианты возможны возможно и не может быть новой команды ушел на следующий сезон нет мы будем ставить более серьезно задачи как вы сказали на следующий сезон мы уже фунел однозначно стоит задача только фнл выход другой задачи нет и и даже абстрактно она не рассматривается только реально только первое место видите конкуренты есть и борьба будет идти я считаю что до последних туров хотела бы конечно уходя на зимнюю паузу уйти с хорошим отрывом все но с учетом сегодняшних результатов отрыв составляет уже отрезание 6 очков это реальный конкурент я считаю что не последнее слово и уверен в том что из борьбы не не выключится там бог хорошая команда неплохая команда у калуги наши земляки виски так что 4 5 команд будут реально бороться составлять нам конкуренцию скажем так еще есть вопрос по отвлече все таки вы говорите накопилось и физической и эмоциональной усталости тем не менее матч против аутсайдера назовем так команда составленные со всеми юных футболистов и все равно выставили основной состав по большому счету почему вы лидерам не дали отдохнуть мы проводим ротацию очень осторожно с чем связано это связано с тем что у нас ребята которые вышли сегодня два центральных полузащитника в стартом составе саша болонин вышел унужденная замена юра дубровина и во втором тайме вышел киреев они очень долго и один и второй у них была у киреева травма у болонина две подряд болезни сначала вирусная ветрянка провел в стационаре очень много времени потом второе отравление там все и поэтому восстанавливается ребята и ну скажем так что резко произвел поразить ротацию тоже я прекрасно понимал что сложно будет здесь особенно центральной части поля по 4 холбека поэтому дали возможность значит этим составом все а потом уже по ходу игры мы практически поменяли всю среднюю линию и впереди игрока ну трех потому что свежести действительно у них не хватало все игры в графике я уже говорил даст три на четвертый день сложно очень с этим только связано еще вопрос вы как много вообще знали о чертанова и ваше ожидание продать себе лучше хуже чего естественно я я не разделяю чертанова или будь то другая команда любая команда на факел выходит сюда за предельным настроем да и вот как показывают показывают дальнейшие ход событий все играя с предельной самоотдачей все с лидером хотят себя проявить показаться до чтобы возможно получить приглашение в команду потому что ну команда с именем команда какие-то задачи серьезно ставит и решает эти задачи а потом после этого команды как правило провал идет это не как тоже наверное эмоциональный фон какой то все потом слайка следует серия вот я следил просто следил такая ситуация сперта произошла до такая ситуация с другими командами они сыграют с нами хорошую игру а потом три-четыре игры они не могут отойти от этого все поэтому естественно что перед каждой игрой готовясь я просматриваю все видеоматериалы смотрю сильные слабые сборы и прекрасно понимали да нет опыта мальчишек но то что у них задор и желание и движение а этот компонент тут сегодня мог сыграть одну из решающих ролей да связи с тем что у нас команда подустала не не села физически а именно подустала и видно было что немножко не довосстановились ребята поэтому во втором тайме пришлось сделать замены чтобы освежить немножко игру в средней части еще можно делать это конечно говорить о том что против факела все хотят себя проявить и возможно чтобы получить приглашение даже факел состоит чертами есть один воровичский воспитник возможно вы его знаете Владислава Пашекова может быть вы следите за ним конкретно он уже в этом сегодня более-менее себя успел проявить но мы мы знаем что он воспитали эклоролевского футбола мы знаем то что он сборной страны играет и знали что сегодня три человека состава не будут играть в связи с вызовом сборной страны все но у них в принципе все такие мальчишки да мы смотрели даже был один момент когда у нас возникла проблема с молодым футболистом в начале вы знаете что обязательно должен состав быть молодым футболистом все мы ввели даже переговоры чтобы получить его приглашали сюда в команду с учетом того что он местный и перспективный игрок все но не смогли мы найти общий знаменатель с командой чертанова все поэтому такая ситуация все мы знали конечно готовились серьезно я ребят очень много говорили семьи в индивидуальных беседах и предматчивать установки о том что ни в коем случае недооценки быть не должно что ребятам благодарен все как бы не было тяжело но для нас все неважно и качество и результаты сегодня было и то и другое а